привет друзья и гости моего канала с вами мария и сегодня я буду пересаживать свою орхидею она была голубого цвета и моя дочь дала ей имя blue sky что в переводе означает голубое небо для пересадки мне понадобится горшочек я в нем сама сделала дырочки потому что горшок всегда должен быть дырочками и грунт для орхидеи я использовала вот такой вот я его уже приготовила предварительно в кибетке замочила он остыл у меня уже можно пересаживать и еще понадобятся мне ножницы если нужно обрезать плохие корни и нужно конечно же их обработать обрабатываю я перекисью водородом которую я вот сюда залила просто мне так удобно обрабатывать их быстренько обработаю инструменты пусть они подсохнут и так переходим к пересадке почему я решила пересаживать потому что это весна самое хорошее время и она уже отцвела то есть все хорошо и время года и корни так сейчас мы посмотрим есть ли здесь корешки корешков здесь нет и будем вытаскивать держатели удаляем мне не нужны немножко нажму чтобы легче корешкам было выйти отсюда и потихонечку вот отлично вышло сейчас мы очистим от коры корешки в принципе хорошего то цветоноса это цветоноса вот несколько корешков всего сейчас мы очистим от коры и к вам вернемся и так я обрезала вот столичка всего лишь корей в корешков сухих и на перетяжках были всего-навсего теперь я осмотрела все корешки корешки очень хорошие оказались вот эти вот желтенькие это хорошие корни просто они внутри находятся и свет на них не попадают поэтому они остаются такими же беленькими внутри был вот такой торфяной стаканчик я его убрала вот и в принципе можно уже пересаживать чем меньше орхидея стоит без корней тем ей лучше и стресс у нее меньше вниз мы кладем более крупные кусочки пары это будет как дренаж можно сказать вот потом уже засыпаем более мелкой корой сейчас я поставлю вот она будет себя чувствовать очень хорошо и будет побольше места и надолго хватит сверху мне не получится вложить очень много корней сверху плотные не получится так внизу очень даже удобно засыпать корешки вот теперь мы так поставим орхидею сажаем в центр горшочка и ориентируемся не по цветоносам а просто чтобы она сама находилась в серединке вот так потихонечку засыпаем корой с одной стороны и потом с другой стороны обязательно берем немножко старой коры на ней уже микрофора которая нужна именно этой орхидеи которой она привыкла вот чуть-чуть буквально положили и хватит и вот так немножко постучать по горшочку чтобы сыпала сильно не стучить и все равно место должно быть для корешков куда им расти ой смотрите что я нашла похоже на цветонос а может быть и корешок даже точно не знаю ну буду наблюдать за этой пипкой я только хочу чтобы этот цветонос был интересно она какого цвета будет она была голубая голубая наверное будет какой-то оттенок белого или просто белый вот это да вот это радость ну вот я пересадила свою орхидею по имени плюс кай теперь она будет расти еще лучше я думаю что ей понравится здесь потому что в том горшочке места было совсем мало для корешков вот она растет новый листик такой блестящий такой красивый молоденький я надеюсь что это все таки цветоносик вот это пипочка ну похоже по крайней мере вот такая приятная весть у меня вот все будет хорошо я думаю и такой маленький совет чем меньше дергаете растения во время пересадки чем быстрее все это случается и заканчивается тем меньше повреждаются корешки тем лучше будет у нее проходить восстановление так скажем и кто любит подкармливать орхидеечки я этого не делаю практически очень редко делаю вот кто любит в этот период ей нужен покой никаких подкормков подкормов ничего ей не нужно вот вот кошка моя подрала немножко растюшечку мою но это не страшно это механическое повреждение вот и тут тоже механическое повреждение а так хорошо на себя чувствует я так думаю и будем ждать цветочков всего вам доброго друзья мои спасибо за ваше внимание желаю вам успеха в выращивании цветочков пышного цветения любви вам счастья всего самого хорошего с вами была Мария до новых встреч пока 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 Продолжение следует...